Удары судьбы в лоб означает, что не возымели удары судьбы, ну, другое место, более мягкое. Привет, я Даша, и сегодня я делаю традиционный книга-отчётник. И я хочу начать с фаворита месяца. На самом деле, любимчика было бы выбрать очень сложно, потому что все книги очень достойные, это месяцы были. И, ну, эту всё-таки, судьбы с ударами, прошу любить и жаловать, Игорь Курукин, Романовы. Сие произведения почему же стало моим любимчиком? Так уж вышло, что я читала эту книгу сразу после, почти сразу, после Михаила Позорова-Пазина. А это всё равно, что, пожив в городском смоге, вдруг вдохнуть чистого горного воздуха, или как, послушав тяжёлый рок, внезапно услышалось сладкоголосое пение соловья. Цивильный язык. Книга настолько объективна, насколько это вообще возможно, в принципе. Очень большую честь делает то, что постоянно приводятся сноски, ссылки на архивы, фонды, дела, описи, на ту информацию, которая здесь публикуется. А, забыла сказать, книга посвящена описанию правителей дома Романовых. Здесь также честь этой книги делает то, что здесь очень много писем, как самих императоров и императриц, так и их современников. Потрясающий библиографический список он действительно внушает. Книга начинается с описания празднования 300-летия династии Романовых, и это тоже впечатляет. Я была под большим впечатлением, честно. И завершается книга потрясающим просто послесловием. Там это лучшее резюмирование всему написанному, что я вообще когда-либо читала. Там такие итоги шикарные подводятся. Я вот с удивлением узнала, что Пётр Первый был последним, действительно, на 100% русский царь на престоле. А может быть, я раньше не хотела этого знать. С другой стороны, стопроцентная немка Екатерина Вторая, которая произвела на меня огромное впечатление вот в этой книге. Конечно, я о ней много и ранее читала, знала, слышала. Но как-то мне не хотелось признавать за ней этих заслуг. А тут писать, ну, Крукин. Так всё, вот прям по полочкам разложил. Кстати, что хочу подметить, всё изложено чётко. Очень интересно, всё совершенно по существу. Здесь нет такого, что он как-то воду разливает. Он пишет всё по существу. Мне, кстати, очень нравится манера написания письм Екатерины Второй. Здесь приводится очень много цитат её писем, и они впечатляют. Я вот ещё что хочу подметить. Николай Второй и его семья. У моего любимого человека, Таратара Родзинского, есть книга Николая Второй, которую я показывала в последнем видео. Вот так вот, в той книге писатель Родзинский. Он окружил императора таким ореолом, романтическим очень. И создаётся впечатление, впечатление, что единственная вина императора в том, что характер он слишком мягок для правления страной. Однако, когда я читала Курукина, у меня этот ореол развеялся, и у меня создалось немножко другое впечатление, более негативное. Такое ощущение, что царь абсолютно ведом, совершенно, совершенно недальновиден. И всё, что его волнует, это его собственная душевная равновесие. Нас это всех, конечно, волнует тоже, но мы при этом стараемся, чтобы наши дела не страдали. Зато у меня не изменилось моё мнение касаемо его с жены. Оно было изначально негативным. Неизменным осталось и впечатление о великих книжнах, детях Николая Второго, крайне позитивное. Пожалуй, будут и ходить другу книги, а то вам придётся в своё видео это посвящать. И вот последнее, что я хочу тебе сказать, если ты хоть капельку интересуешься истории, то вот эта книга просто будет самой лучшей в твоей коллекции книг, посвящённой ей. Ну, вообще, истории, по крайней мере, одной из них точно. Потому что книга действительно восхитительна. Очень удачно вышло, что почти вслед за предыдущей книгой я стала читать сразу мемуары графини Комаровской и её прапрадеда Крафа Комаровского. Я тебе тоже настоятельно рекомендую, если ты будешь прислушиваться к моим словам и читать вот эти обе книги, то всё же сначала романовы, потом мемуары. Вот мемуары, они как бы наложатся на вот эти знания, которые ты приведёшь. У тебя будет впечатление, твои собственные ощущения, картинка будет более полная. Я, наверное, на это хочу тебе всё сказать. Что касается графини Комаровской. Её жизнь пришлась на переусадство Николая II. Кстати, вот приблизитесь к её фотографии. Грюмое выражение лица, тяжёлый подбородок, опущенные уголки губ. Душный, казалый взгляд, всё это заставляет думать о ней, как о женщине, такой достаточно строгой, наверное, как минимум. Но когда начинаешь читать книгу, то видишь, что это совершенно добрый, положительный человечек, который стремится нести людям добро, сделать им хотя бы маленькую услугу, помочь им хотя бы в малом. Меня очень удивила манера ведения мемуаров. Дело в том, что в начале главы переключаются ключевые моменты, которые ожидают читателя. Например, первые дни службы, отношения с княжной Ириной Александровной, её занятия и уроки. И, видимо, такая манера ведения дневников, она была в те времена актуальна для всех, потому что её прадед совершенно точно так же писал своё мемуары. Что меня удивило. Дело в том, что свои дневники я веду точно так же. То есть я пишу число и ниже тему, собственно, записи, наверное. Да, я закончила читать мемуары о графине. У меня создалось ощущение, что я рассталась со своей самой лучшей подругой. Я, конечно, не знаю, как мужская аудитория открытится на записке графини, но мне кажется, женская очень понравится, потому что всё-таки она, как женщина, делает больше внимания, уделяет именно каким-то эмоциональным моментам в своих записках. Как-то вот более душевно пишет, что ли, чем её предок. Ежели говорить о записках графа... Верну. Вот он. Он застал трёх императоров. Павла, Александра и Николая Первого. Ну, скажем так, не то, чтобы менее увлекательно и интересно читать, нежели чем про его проправночку. Ну, он будто складывается ощущение, что он описывал голые факты. Здесь, конечно, есть какие-то переживания, но он их как будто бы подавляет. То есть он... Перед тобой проносятся какие-то события, но ты не успеваешь с ними проникнуться. Но всё равно его записки оставляют, окутывают тебя каким-то таким неким ореолом, окутывают тебя неким таким шлейфом своего времени, своих переживаний, своих каких-то событий биографических. И ты как-то вот вдыхаешь этот шлейф времени. Очень-очень я тебе советую в первую очередь её именно мемуары. Кстати, немножко нелогично составлена книга. Сначала идут мемуары графини, и только потом идут записки её предка. То есть логичнее было бы, наоборот, сделать, нет? И ещё, что меня очень сильно порадовало, это форзац. То есть, смотри, видишь, да? Здесь документы того времени. В Се есть фотография, скажем так, дневника. Видно, да, прочее? Ну, больше всего меня приятно, очень приятно удивило древо Комаровских. Можно проследить, что, например, вот в древе автор записок, граф Комаровский, Евграф. И вот Екатерина Комаровская, жена Виноградова Фёдора Александровича. Вот здесь. Ну, конечно же, герб. И точно такое же древо. И продолжение ничего, просто повтор. В конце книги тоже. В начале книги описывается биография и... Графа и его программы читали. Я хочу показать тебе книгу Паулака или манускрипт «Найди на Вакуу». Эй, мне эту книгу подарила начальник моего отдела, когда я увольнялась, и я до её только сейчас добралась. Ну, что сказать? Это... Если проводить ассоциации, это что-то вроде Библии. Но... Не она. Другими словами, уже такой. Лочь перед ключевым сражением, в итоге которого, скорее всего, те люди, о которых тут здесь идёт мимолётом речь, погибнут. И вот мудрец решил поотвечать на их вопросы. И отвечает его на развернутое. И я даже... И мудро, очень мудро. Я даже так прониклась, подумала... И вообще, мне кажется, очень многие люди, прочитав эту книгу, просто она станет их настольной книгой. Вопросы, которые задавали окружившие мудреца, были достаточно такими, которые, ну, по жизни пригождаются. Например, научи меня быть изящной. Расскажи нам о сексе. Пардон. Наша судьба предвещена обстоятельствами рождения и теми, кто нас окружает. Не можем вернуть все прожитые и навыстать упущенные возможности. То есть, как быть с этим? Как быть, если любовь всегда обходит меня стороной? Какой путь избрать? Расскажи о красоте. Пугать перемены. То есть, вот такого тока вопроса. И мудрец, он рассказывает очень хорошо, очень мудро. его советам. Вот я бы, например, прислушалась, я планирую прислушаться. Но это нужна отвага. Очень в этом плане хорошая книга. Но многие, те, кто еще морально не готовы к тому, что... Ну, вот к каким-то немножко таким возвышенному теле, здесь есть такой какой-то алло, чего-то возвышенного, они могут сказать, ну, зачем ты нам эту книгу советуешь? Вообще, вот, ну, что-то чек. А вот те, кто ищет себя, вот эта книга, она может быть настольной книгой человека в любой его временной период. Хочу приступить к следующей книге. Я хочу рассказать немного о себе. В своем видео «Спасенные книги» я говорила о том, что на меня немножко негативно повлияла школа. И что человек, который, по идее, должен учить нас в литературе, как она ни старалась, ей не удалось внушить мне отражение к чтению. Но кое-что ей все-таки удалось. Ей удалось внушить мне отражение классической русской литературе. Конечно, есть исключения, которые я люблю. Это, например, Чехов, это Мася Амгалита Булгакова и другие его произведения. Но здесь я все-таки ставлю причины тому, что они не вызвали у меня отражение, потому что я их прочла до того, как этот педагог мне о них рассказала. Ну вот, когда я стала смотреть ролики на ютюбе людей, которые рассказывают о книгах, они ведь в основном говорят о классических именно произведениях, я стала немножечко оттаивать. Не так быстро, как хотелось бы любителям классической русской литературы, но все-таки. И под влиянием одного из таких видео я прочла из-под пера Гончарова «Обычная история». О чем же эта книга? Молодой человек, весь из себя романтик, весь такой прям вот... Он пишет стихи, он пробует писать какие-то рассказы, повести, он просто излучает романтизм, у него розовые очки, ну, в переносном, конечно, смысле, на глазах, он все видит в розовом свете, а какие-то неудачи и предательства в таком готическом, готическом, черном, то есть этот человек... В двух цветах он не видит оттенков. Он живет в деревне. И вот он переезжает в город, захотелось ему чего-то нового, приключений каких-то, я не знаю. И в городе живет его дядя. Человек очень приземленный, очень такой серьезный, я бы даже сказала, скептик, ко всему скептически приземленный, приземленный, относится все измерять деньгами. И вот впечатление юноши от большого города, я вообще не знаю, каким нужно быть гением, чтобы так тонко, так эмоционально, так проникновенно все это написать. И вот, что меня удивило. Вот дядя на протяжении всего сюжета он пытался снять вот эти розовые очки своего племянника, у него это удавалось. Но при этом, учитывая то, что я являюсь прототипом, можно сказать, главного героя, я отчего-то испытываю даже не приязнь, а в дядюшке расположение. Подозреваю, что это может быть связано с тем, что я увидела со стороны себя, мне стало неприятно, как может быть такой дурой. Ах, как искусно Гончаро учит своего главного героя, отзывного читателя, как правильно жить, как правильно любить. И мне искренне жаль, что эта книга не попалась мне в период моего раннего отрочества, я тогда могла бы избежать очень многих ошибок в своей жизни, очень многих болезненных ситуаций, хотя, наверное, тогда бы я не поверила в этой книге, не поверила бы дядюшке, встала бы на сторону паренька и ненавидела бы этого дядюшка. Потом говорилось, а как жаль, что старость уже не может, а молодость еще не знает. Это только мое начало знакомства, сближения с классической русской литературой, но она очень-очень удачная. И если ты планируешь так же, как и я, сближаться с классической русской литературой, то вот я тебе подкидываю идейку, с чего можно начать. Ну, например. Очередную книгу, которую я хочу показать, это «Хагрд, хозяйка, блос, холма». На самом деле, я немножечко удивилась. Я привыкла, что у Хагрда в книгах сила, мужик, мускулы, охота, мясо, Африка. А здесь романтика, рыцарь, замки. Действия происходят в 16 веке, но более я ничего тебе не скажу о сюжете книги. Потому что сам автор уже самых первых страниц делает просто спойлеры, рассказывает, какая судьба ждет его героев, о которых он ведет речь. На самом деле, если бы мне подсунули эту книгу без каких-либо познавательных знаков, я бы решила, что мне дали почитать Мэри Стюарт. На хоро-то действительно не похоже. И завершить свою книгу отчетники хочу книгой Донцовой, огнетушитель Прометея, главной героиней здесь выступает. Мэри Романова. Ну, что сказать? Донцова пишет... Детективы Донцова типичные. Особо рассказывать нечего. Ну, ты, наверное, знаешь, сочетаешь ее, что каждая книга Донцова начинается с какой-нибудь мудрой мысли. В данном случае это нельзя быть лучшим другом для всех людей на свете. Книга из-за заряда удачных. И что я еще хочу сказать? Все мы в неприятных для нас ситуациях склонны упомянуть ну, как минимум, черта, да? Донцова придумала способ как избежать этого момента и даже посвятила ему целый эпизод в книге. Пожалуй, это все, что я могу сказать об этой книге. Это все. Я хочу тебе пожелать не только изучать историю, но и творить ее. Пока!